Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу продемонстрировать несколько упражнений дыхательной гимнастики при заболеваниях бронхолёгочной системы, а также перенесённые заболевания лёгких, такие как пневмония, бронхиты. Значит, данные упражнения будут улучшать дыхательную функцию, дренажную функцию лёгких, также улучшать газобмен в лёгких. Упражнения желательно выполнять ежедневно 2-3 раза в день по 15 минут. Упражнения можно выполнять дома, а также в рабочем месте. Начнём нашу дыхательную гимнастику. Хочу вам предложить первое упражнение. Упражнения выполняются сидя или стоя. Мы начнём сидя, так как у нас начало. Значит, сидя на стуле, спинка прямо, ножки согнуты в коленях, ступни упираются в пол. Поза должна быть удобная, расслабиться. Голова прямо, смотрим перед собой. Дыхание у нас будет носовое. То есть вдох и выдох через нос. Следующее. Наклоняем голову вниз. Делаем вдох носом. Поднимаем голову вверх. Делаем выдох носом. Следующее упражнение. Исходное положение, как и предыдущее. Сидя. Спина прямая. Ноги согнуты в коленях. Ступни упираются в пол. Руки на коленях. Голова прямо. Смотрим перед собой. Наклоняем голову вниз. Закрываем большим пальцем правый носовой ход. Делаем вдох свободным носовым ходом. Поднимаем голову. Закрываем указательным пальцем левый носовой ход. И делаем выдох свободным носовым ходом. Наклоняем голову. Закрываем носовой ход. Делаем вдох свободным носовым ходом. Поднимаем голову. Перемещаем указательный палец. Делаем выдох свободным носовым ходом. Теперь оставляем указательный палец на левом носовом ходе. Делаем вдох носом правым носовым ходом. Следующее упражнение в дыхательной гимнастике. Исходное положение, как и в предыдущих упражнениях. Сидя. Спина прямая. Руки на коленях. Ноги согнуты в коленях. Стопы не упираются в пол. Голова прямо. Смотрим перед собой. Дыхание в этом упражнении будет следующим. Вдох через нос. Выдох через рот. Делаем вдох носом. Поворачиваем голову налево. И делаем выдох ртом. Исходное положение. Смотрим перед собой. Делаем вдох носом. Поворачиваем голову направо. Делаем выдох ртом. Следующее упражнение дыхательной гимнастики. Также можно выполнять сидя и стоя. Я вам его покажу стоя. Стоим прямо. Ноги на ширине плеч. Спинка прямая. Ручки вдоль тела. Дальше. Руки перед собой смыкаем в замок. Делаем вдох носом. Руки поднимаем как можно выше. И слегка прогибаемся назад. Вдох носом. Подтянулись. Выдох через рот. Рочки опускаем через стороны. Следующее упражнение также выполняется сидя и стоя. Мы с вами его выполним стоя. Исходное положение, как в предыдущем упражнении. Стоя. Спинка прямо. Ножки на ширине плеч. Руки вдоль тела. Дышим. Вдох через нос. Выдох ртом. Вдох делаем. Руки в стороны. Ладони раскрыты. Вдох носом. Выдох ртом. Слегка наклоняемся. И обнимаем себя любимого как можно крепче. Выдох ртом. Исходное положение. Важно учитывать, что при выполнении дыхательной гимнастики возможно появление головокружения, одышки, сердцебиения и других неприятных ощущений. Следует при этом прекратить выполнение дыхательной гимнастики, сесть удобно, успокоиться, подышать спокойно. Когда вы придете в норму, упражнение следует продолжить, но с минимальной интенсивностью. Головокружение при дыхательной гимнастике – это нормальное явление, но нужно прислушиваться к ощущениям своего организма. Следующее упражнение выполняется сидя и стоя. Мы выполняем его стоя. Исходное положение. Стоим прямо, спинка прямо, ручки перед телом, ноги на ширине плеч. Сгибаем руки в локтях и располагаем перед собой. Делаем вдох носом, выдох ртом. Руки разводим в стороны, раскрываем грудную клетку. Выдох. Вдох. 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 Следующее упражнение дыхательной гимнастики, как и предыдущие, выполняется сидя и стоя. Мы выполняем стоя. Дыхание. Вдох через нос, выдох через рот. Стоим прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Делаем вдох носом, при этом поднимаем плечи. Выдох. Ртом, опускаем плечи. Вдох. Выдох. Вдох. 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 воды берем коктейльную трубочку и дышим через трубочку значит опускаем трубочку в воду делаем вдох носом а выдох делаем ртом через трубочку в воду и выдох должен быть продолжительный мы должны почувствовать сопротивление воды значит делаем вдох носом и выдох я сделала через трубочку в воду выдох должен быть продолжительный чтобы почувствовать сопротивление воды следующее упражнение дыхательной гимнастики состоит в том чтобы надуть воздушный шар вдох мы делаем носом а выдох мы делаем ртом надувая шар усердствовать при выполнении данного упражнения не стоит выполнять желательно два раза в день и начинаем с одного шарика значит сейчас мы попробуем надуть шарик воздушный делаем вдох носом и выдох ртом мы надули шар на этом упражнение закончено на этом все будьте здоровы желаю вам всем хорошего настроения всего хорошего и Продолжение следует...